Микс Ньюс Киноманы и радиослушатели, разумеется, Олег Пек в студии. Сегодня мы будем говорить о латвийском кино. Вчера вручали Большого Кристопа. Кинокритик Дмитрий Ранцев сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. И вот мы, я сразу раскрою секрет, долго выбирали дату нашей встречи, поскольку было искушение сделать ее, может быть, на неделю раньше, когда еще шли фильмы Большого Кристопа в прокате. Но все-таки хотелось подвести итоги и обсудить победителей, проигравших, насколько были объективными судьи. Хотя, ну, я надеюсь, что у наших слушателей действительно была возможность посмотреть кино, потому что, если, ну, вот мне память не изменяет, все-таки, ну, в прошлом году был такой большой наплыв фильма в связи со столетием Латвии, выделили большие деньги на латвийский кинематограф. Ну, к столетию Латвии было снято, если я не ошибаюсь, по-моему, 11 полнометражных художественных картин. Да. Где-то порядка. И, в принципе, их успех в кинопрокате, я понимаю, воодушевил все-таки и режиссеров, и киноцентра на то, что все-таки наше национальное кино интересует. Главное, что у него есть зритель, есть аудитория, есть желание смотреть, и это, ну, не может не радовать, потому что, если не будет зрителей, понятно, что какие бы деньги даже не выделялись, то, ну, здесь будет полный провал. И вот мы сегодня поговорим о тех картинах, я понимаю, что, в принципе, действительно, как мы говорили за эфиром, постарались никого не обидеть и сделать так, чтобы, ну, вот, каждая из картин хоть что-то, но в этом году получила. Ну, в двух словах надо определиться, что такое вообще большой кристоп для Латвии, и я такой привожу аналог, что ли, это что-то вроде латвийского Оскара. Там другие принципы голосования, конечно, у нас выбирает жюри, жюри из семи человек в этом году. В Америке киноакадемия, там несколько тысяч человек. Да, 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 там гораздо более представительные, но у нас жюри в этом году там было четыре специалиста из-за рубежа и три местных, в общем-то, все уважаемые киношники, если так можно сказать. Да, победитель прошлого года был, да, весь Симонис. Да, весь Симонис, да, он известный режиссер и преподаватель, вот. Но, скажем, есть же во Франции Сезар, тоже национальная кинопремия, в Испании Гоя, и вот, соответственно, у нас большой кристоп. И все фильмы, которые вот номинированы были, все можно было посмотреть с прошлого четверга, вот, там, пять дней, по-моему, все это показывалось. И сегодня, ну, вчера поздно вечером объявили результаты, попробуем их прокомментировать, наверное. Да, потому что вчера вот я как раз проходил мимо Splendid Palace и видел автобусы в латвийского телевидения, то есть я понимаю, что мы шли съемки, то есть красная дорожка, там все было по-праздничному. Ну, две основные номинации – это лучший полнометражный игровой фильм и лучший полнометражный документальный фильм, если мы берем чистые фильмы, а не номинации специалистов. Вот, собственно, все эти фильмы в этих двух номинациях я видел, плюс еще пара фильмов в других номинациях, которые мне удалось захватить. Что касается игровых фильмов, то там был однозначно фаворит, это фильм Юрис и Курси, это Иса Олег. В общем, ну, мне казалось, что это ясно до объявления. А почему, почему? Он выделялся, каждый из других фильмов, вот если так быстро приближаться, 1906 «Гаттис и Шмидтс» – это такой мейнстрим, очень ортодоксальный, это фильм, который воспроизводит некую историческую реальность, понятную по его названию, и ни на что больше не претендует абсолютно. Фильм «Алиса Зайри не рядом», о котором мы немножко упоминали в прошлых беседах, собственно, это дебют Алисы, и очень странно, что он в дебютную номинацию не попал, но он по-дебютному мил, его очень приятно смотреть, там есть какие-то свои интересные смыслы, но как бы не более того. Фильм «Андреса Гауби» ничто нас не остановит, он вызвал большие споры, может быть, мы позже о ней ещё скажем. Он довольно любопытный с эстетической точки зрения, с точки зрения актёрского ансамбля, тот же «Андрес Кейш», чего стоит. Тем не менее, он мне показался достаточно таким выстроенным, что ли, в эстетическом плане. Ну, вот «Большой всплеск», по-моему, да, он очень напоминал, ну, вот «Бассейн», «Большой всплеск». Ну, как бы придуманный, что ли, грубо говоря. Искусственный такой. Да, искусственный. И «Елгава-94» Яниса Абеля, который вот вообще в двух номинациях, двумя фильмами, полнометражными, игровыми успел отметиться. У него в дебютах «7 миллиардов лет до конца света» и вот «Елгава-94». Это тоже очень хорошее кино, я бы не стал его называть молодёжным, но в нём есть свои какие-то однозначные плюсы. Но есть «Олег». «Олег» – это фильм, который смотришь не отрываясь. Это такой очень, что ли, сырой метод съёмки и монтажа. То есть, вы представляете, там не выстроен кадр, не поставлена камера и панорамирование, как в фильме, ничто нас не остановит. Там всё снято часто с руки, часто широкоугольником, никаких особых красот в кадре не происходит, всё наоборот. Серо-будничное, вот как сейчас за окном примерно. При этом смотришь не отрываясь и вообще, посмотрев, не понимаешь, что вот двигает этот фильм, что заставляло. И когда начинаешь сравнивать вот эти пять фильмов, то «Олег» вообще-то выделяется сразу. И вот как-то было понятно, что он и получит главный приз. Хотя, видите, вот как вы сказали, всем по чуть-чуть распределилось так, что лучшим режиссёром стал Яни Сабыло, если я ничего не путаю. Сейчас я тоже проверю. Так, так, так. Не вижу. Не вижу лучшего режиссёра пока. Да, да, да. В списке как-то. Лабака спел фильм, а с режиссёром Заяни Сабыло, вот «Заелогова-94». И это, конечно, странно, что фильм «Олег» – это лучший фильм, но его режиссёры далеко не лучшие. Ну, есть мнение, что автор фильма не режиссёр и продюсер, и, ну, если мы опять к Оскару из аналогии проводим. Но, тем не менее, я Заяни Сабыло очень рад, что он получил такой приз. И за… вот если болеть за какие-то фильмы, и с учётом того, что все хоть что-то получили, то вот в этих итогах всегда можно найти чему порадоваться чисто субъективно. Вот «Заелогова-94» мне показалось – это очень редкий тот случай, когда… ведь это студия Яниса Подникса, и это, опять-таки, какая-то перекличка с «Легко ли быть молодым». То есть, откровенно, вот они говорили о том, что, ну, вот как… они хотели зарифмовать эти два фильма. И это тот случай, когда очень давно не было фильмов, адресованных именно молодёжи, то есть, вот именно снятых о их проблемах. Хотя, ну, я тоже, ну, не могу сказать, что это молодёжный фильм, потому что в нём есть элемент ностальгии, там действия ведь происходят действительно в середине 90-х годов. И в нём очень забавно действительно то, что по роману главный герой сходит с ума по Курту Кобейну, однако вот не было ни одной песни группы «Нирваны». И когда вот мы говорили с продюсером этого фильма, она честно сказала, что, ну, получить песню группы «Нирваны» в саундтрек фильма, это бы очень сразу удорожило производство. И они понимали, что, ну, они бы тогда не смогли, пришлось бы отказываться от каких-то других вещей, которые… Но в итоге получился наш латвийский саундтрек, все группы латвийские, и достойно они звучат. И, в принципе, я даже подумал, что, ну, и бог с ним, с «Нирваны», с Куртом Кобейном, в принципе, не хуже нашего латвийского… Я думаю, что каждый зритель мог в голове воспроизвести «Тин Спирит», и это ничуть не помешало. Мне казалось, фильм любопытный, выстроен, особенно если сравнивать его с дебютом Яниса Аббала, вот этот «7 миллиардов лет до конца света», про который я бы тоже пару слов сказал. Он не победил в конкурсе дебютов, но он мне показался очень интересным, в каком-то смысле интереснее, чем вот второй фильм. Но там любопытно то, что… Вот мне Яниса Аббала, режиссер, сам рассказывал. На этот фильм вообще не было никакого финансирования, и обратная сторона такой ситуации – то, что у него была полная свобода действий. И там очень много каких-то таких эстетических кивков тому же Годару. Он выдумывал какие-то интересные жесты, сопоставления фигур. Всё это довольно естественно, но сам факт, что он делал какие-то эксперименты очень интересные эстетические. И я бы там ещё отметил, в одной из главных ролей снялась Яна Хербста. Она играет в театре, в Рижском театре Михаила Чехова, где она в фильме говорит по-латышски. И там она очень органично и как-то свежо смотрелась. И это заслуга и Яны, и заслуга Яниса, потому что он как режиссёр управлял. А «Елгова-94» она совсем другая, и вот это мне радостно, потому что это говорит о качестве творческой личности. Есть ведь такая проблема второго фильма после успешного дебюта. Он совершенно не стал продолжать какие-то такие эксперименты с заигрыванием с любимыми какими-то режиссёрами, с цитированием и так далее. А он придумал интересный эстетический ход вот этого рассказчика, условно говоря, который взрослевший на 20 лет герой, который вспоминает то, как это было. И благодаря этому создалась некая, что ли, дистанция. Мы видим то, что происходит, а с другой стороны мы понимаем, что это мы видим глазами вот этого человека. Ведь он там даже иногда прямо среди героев, там у костра они сидят. Входит в кадр, комментирует. И это, я честно скажу, я думал, как же это можно перенести этот роман, потому что он как бы роман от первого лица идёт в воспоминаниях. То есть это довольно сложный приём, потому что, ну вот, как это передать на экране? Вот такая интересная задумка. Да, и мне показалось, что вот, если говорить кратко о чём этот фильм «Елгова-94», то можно сказать, что он о свободе, вот о той свободе, которую человек, приближающийся к взрослой жизни, чувствует. Вот понятно, что в 90-е эта свобода шла через Курта Кабейна, через какие-то вот такие школьные неурядицы. Но это не имеет большого значения, потому что если режиссёр сумел этот дух свободы передать, то неважно, через какой материал. И мне кажется, это главное достижение фильма «Елгова-94». Ну и интересно, что там играли и молодые актёры, и непрофессиональные актёры, несмотря на то, что присутствовали там Кейш, Саигуна Зариня. Но они были вот скорее, я понимаю, для, может быть, ну такое поддержание в титрах, ну вот именами, может быть, потому что их роль сводилась буквально к нескольким эпизодам. И здесь очень достойно выступили эти молодые ребята, просто настолько искренне очень хорошо сыграли. Ну смотрите, о фильме «Олег, который победил», там вообще для нашего слуха нет известных имён. Вот я сейчас не воспроизведу, но там сыграл актёр из Литвы, который играет в русском театре Литвы главную роль. И польский актёр, по сути, вторую главную роль. По-моему, вот польский оператор получил приз за операторскую работу. Но там есть эта болезненная рассказанная история гастарбайтера, которая для латвийского контекста очень так остро воспринимается. И то, как вообще он попадает в эти все непростые ситуации. Ну то есть человек уезжает на заработки, потому что у него здесь большой долг. Там он попадает в глупую ситуацию, что его выгоняет с работы, где он специалист, не по его вине. А потом, по сути, ну, не напрямую, но по сути он попадает в такое вот гастарбайтерское рабство и вот все его мытарства. Просто вот хотелось обозначить, о чём этот фильм, как он снят. Я думаю, что сейчас его можно посмотреть и советую. Вот это такое заслуженный такой приз. Действительно, фильм достоин того, чтобы получить большого крестопа. То есть, получается, у него, по-моему, два больших крестопа, как лучший фильм и за лучшую операторскую работу. Я вот не вижу, сейчас вот мы в этих списках немножко запутались. Богумил, Годфрейов, Олег. А, вижу, да, вот. Судя по имени, это польский оператор, потому что там вот такая... Польские рабочие как раз много по-польски говорят. Кстати, там говорят на всех языках буквально. Ну, и если говорить вот про то, что действительно старались отметить все фильмы, фильм «Блакус» получил за лучший сценарий. Ну, это серьёзный приз, да, за лучший сценарий. То есть, это, в принципе, ну, очень, ну, такая награда серьёзная. Хотя, по идее, история ведь очень простая. Там всего два главных, можно сказать, персонажа. Парень и девушка. И историй их отношений через три лигу. Вот мы видим их в начале отношений, в середине. И вот, ну, в какой-то момент какого-то кризиса отношений. Третья лига, на третий год их вот знакомства. И, собственно, оно вот всё. То есть, там очень, ну, очень простой, с одной стороны, фильм, но, с другой стороны, сложный. Потому что он весь построен на диалогах. И этим актёрам нужно было сыграть вот именно сначала таких наивных, затем уже в разгаре любовных отношений, и потом чуть-чуть уставших уже от этих отношений людей, которые вот думают о том, что будет завтра, и бояться этого завтрашнего дня и серьёзности, каких-то ответственности, которые налагает взрослая жизнь. Ну, мне кажется, что благодаря лигу и вот такой временному возвращению ко всему этому, там ведь сам праздник, в нём сконцентрировано много каких-то смыслов, касающихся в том числе отношений между мужчиной и женщиной. Мы знаем все эти истории. И вот этот такой центральный, как бы, виртуальный образ, он собрал всю драматургию фильма. И поэтому, вот, собственно, получилось любопытно, интересно, когда, как бы такая цикличность уже на новом этапе, снова лига, всё немножко по-другому, снова лига, опять по-другому. Ну, плюс ещё там достаточно много хорошего юмора, особенно вот сначала так идёт. Много тоже нашей музыки популярной латышской. То есть, в принципе, это вот такой, но, как ни странно, мне кажется, что это фильм, который спокойно смотрелся бы и за пределами Латвии, потому что, ну, это универсальная история отношений. Если, ну, вот понять, что такое лигу, почему этот праздник объединяет так вот людей свой вместе, то он абсолютно понятен. В свою очередь, я сразу вспоминаю, в этом году вот вышел голливудский ужасник «Солнцестояние», где происходило действие в шведской деревне. Я думал, что, боже мой, вот сидел в зале, когда мы на премьере Ай Карапетяна, думал, что вот эта же идея прекрасная, вот, ну, вот, скажем, снять, ну, не знаю, как любой фильм, вот в любом жанре ужасы, там, мистика или что-то ещё, привязанное, скажем, к нашему национальному колориту. И это тоже, ну, вот, возможность, наверное, его выпустить на национальный, за пределы национального, на международный рынок, потому что это, в принципе, вот я думаю, ну, почему вот шведская деревушка вызывает, ну, интересы, смотрит в Америке фильм, действия которого происходят в далёкой-далёкой Швеции, просто вот и какие-то национальные костюмы, какие-то предметы какого-то национального культа, это всё могло бы быть у нас в Латвии, то есть вот что-то поменять чуть-чуть и готовый такой потенциальный хит, который мог бы попасть на международный рынок. Ну, а мы, между тем, наверное, сделаем на эту небольшую паузу и продолжим. Продолжается программа «Синема». Сегодня в нашей студии кинокритик Дмитрий Ранцев. Мы обсуждаем итоги Большого Кристопа. Награду вручали вот буквально вчера. И продолжаем идти по номинациям и обсуждать фильмы, которые получили награду. Ну, вот я бы такой перекинул мостик. Мы говорили о Кристопе за лучший сценарий в фильме «Рядом» Алисы Зарине, и как раз сценарий Алисы Зарине писала в соавторстве с Мартой Элиной Мартинсоне. А Марта Элина Мартинсона также в соавторстве писала сценарий и к фильму «1906», который больших наград не удостоился. Тем не менее, вот я вижу, лучший художник. Получил он приз, но такой достаточно утешительный. Ну, и ещё, по-моему, специальный приз жюри за создание оригинальной исторической атмосферы в картине. Вот у него ещё такая была. Ну, вот я бы ещё два слова хотел сказать о фильме «Ничто нас не остановит», который вы, Олег, тоже видели, и у вас были главные, так сказать, герои. Режиссёр, оператор, исполнитель главной роли. Андрис Кейш. Когда он вышел, и появились первые рецензии наши в Латвии, на него, по сути, набросилась такая феминистская критика. Я не знаю, застали ли вы это или нет. Что меня довольно сильно удивило. Говорили о том, что это вообще такой сексистский фильм, и Гаври, режиссёр фильма, он такой вообще к женщинам плохо относится и так далее. В общем, была очень жёсткая критика. Ну, даже, на мой взгляд, немного обидная в своей риторике. Чего я не очень понял, потому что мне по фильму не показалось, что там… Ну да, там такой персонаж Кейшеса, он довольно-таки такой, ну, образ грубого, маскулинного мачо. Там даже есть такая история, что, когда в самом начале он на музыкантов ругается, ругается он по-латышски, но применяет русско-обсценную лексику. Вот героиня Элзы Гауи, которая, кстати, жена режиссёра, она говорит, «А можешь ты без слов и вот этого, и этого». Мы в эфире эти слова не можем произносить. В латышском фильме они произносятся вполне. Но, понимаете, смешно, потому что наши феминистки, ведь сейчас такой всплеск феминизма, хотя это явление совсем не новое, ещё 30 лет назад французский философ Жан Бодрияр говорил о тупиковой ветви феминизма, которая занимается своей борьбой в рамках оппозиции, мужской и женской, потому что он говорил о том, что в рамках этой оппозиции мужское начало всё равно будет всегда сильнее, вот этот фалоцентризм. И он намечал пути, когда надо эту оппозицию просто уничтожить, то, что может именно женщина с её женским началом и то, что недоступно мужчинам, то есть взглянуть на эту оппозицию со стороны. К сожалению, наши сегодняшние феминистки, которые в том числе работают и в киногритике, они всё больше ударяются в эту оппозицию. И как такой смехотворный и иронический итог такого противостояния, я вижу то, что Кристопа за лучшую женскую роль получила Кристина Неварауско, которая вот исполнила «Ничто нас не остановит», вот феминистки набросились, а за лучшую женскую роль фильм получил приз. Хотя, ну, послушайте, там довольно декоративная эта роль, вот там две женщины есть, моложе, значит, любовница Кейша, и старшая его жена, вот эта жена получила приз. Она там просто существует. Она там, ну, вот как такой элемент, там же всё такое дизайнерское, дизайнерская мельница, дизайнерский дом, дизайнерская жена, дизайнерский лежит в ванне. Пока Кейш принимает душ, такая вот прекрасная, я считаю, сцена, и я всегда рад, когда в любом кино, а в отечественном тем более, один из ведущих актёров спокойно снимается голым. Меня вот это радует, если честно. Но роль декоративная, и тогда уж можно говорить о роли в фильме рядом, вот как лучшая женская роль, потому что в остальных фильмах там особо женских ролей не было. Меня это вот так немного позабавило, что ли, в ключе нашего критического феминизма. Я считаю, что фильм, как вот такой подвергшийся нападкам, феминисток не заслуживает вам подобной критики, его можно за другое критиковать вполне, но не за это. Ну, очень красивая была действительно операторская работа, вот Александра Гребнева, и там эти совершенно сумасшедшие оформления студии в старой мельнице. Ну, то есть он эстетически красиво снят, получаешь удовольствие в этой картинке визуальной. Ну, и такой любовный треугольник, который, в принципе, ну, мне кажется, что тут феминистки могут ругаться, не ругаться, но да, вот он может существовать. Это вот такая самонадеянная, самонадеянность мужчины, который хочет, сохранив отношения с женой, еще и открыто, ну, как бы, завести любовницу. То есть такая, ну, идея... Причем интересно, что если бы был любовный треугольник наоборот, если бы у одной женщины было два мужчины, все равно бы феминистки нашли, что бы критиковать. Ну, вот, потому что вот то, что говорил Бодрияр, они этого не слушали. Ну, давайте к документальному кино, что ли, обратимся. Главный приз Кристопа, лучший документальный полнометражный фильм получил фильм Виталия Манского «Свидетели Путина». Было представлено еще четыре полнометражных документальных фильма, и я сразу скажу, что моим главным фаворитом не только в документальной программе, но и вообще во всей программе Кристопа и всего, что я видел, однозначно был фильм «Лайва Пакална, не ложка». Это документальный фильм, в то же время экспериментальный фильм. Он меня совершенно потряс. Это, мне кажется, торжество чистого искусства, а если мы не будем заботиться о киноискусстве как таковом, не будем пестовать вот эту область, а заниматься, грубо говоря, только коммерческими достижениями, то умрет кино, в том числе и коммерческое. О чем этот фильм? Ну, там как такового сюжета нет, вернее, он есть завуалированно о том, как из химического, нефтяного сырья производятся одноразовые пластмассовые ложечки. Но на самом деле он снят в пяти странах, если я правильно помню. И вот там показаны различные фрагменты производства, вообще какие-то урбанистические такие виды. есть эпизоды с этой ложечкой, есть процесс ее изготовления. Но там важно, как это сделано. Там только статичные планы. То есть вот камера не шелохнется ни на миллиметр. И если, вот знаете, как особенно советские кинооператоры любили, что там что-то двинулось в кадре сразу раз, камера поехала, дернулась, тут ничего не дергается, все очень строго, статично, композиционно, все кадры выверены. Ну, просто идеально. Так что вот душа радуется, получаешь грандиозное статическое наслаждение, особенно с учетом того, что фильм все же документальный. И Пакална не могла ну что-то в кадре выстроить. Она это запечатлевала, то, что уже есть без нее. Однако она находила вот эти грандиозные ракурсы со своим императором Гинсом Берзишем, который тоже Кристопа не получил, что меня удивляет, а фильм получил утешительного Кристопа за звук. Ну вот мне кажется, что Пакална не это то, чем может сейчас латвийский кинематограф гордиться на любом самом международном уровне. И на другом полюсе есть Виталий Манский, который представляет Латвию в латвийском национальном конкурсе, при этом имеет довольно-таки странный статус. То есть мы понимаем, что человек, которому некомфортно жить в России в связи с тем, что он оппозиционер, он предпочел более комфортные условия своего творческого существования. и, как я считаю, разыгрывает ту же карту свою оппозиционную, которая, понятно, что в Латвии хорошо приживается, поскольку основная официальная идеология государства направлена против России и на тему такой доведения образа Путина демонструозности, что ли. Я лично ни разу не поклонник Путина, но мне кажется, мир немножко сложнее, чем черно-белый, и он все же более объемный. И поэтому, мне кажется, что присуждать Манскому, возможно, призы только за то, что мы считаем, Путин плохой, и Манский тоже так считает, значит, он наш лучший друг и лучший режиссер Форева. Мне это кажется немножко странным, обидным и даже, честно говоря, постыдным. Я видел этот фильм «Свидетели Путина», там очень много уникального материала, бесконечно, безумно интересного, потому что понятно, что 20 лет назад снятые кадры с Путиным, который еще не президент, это сейчас смотрится очень свежо и интересно. Но это не заслуга Манского, который просто тогда работал на Путина в его команде, у него там есть просто очень личные беседы с Путиным, он был буквально приближенным, и теперь через 20 лет он просто все эти кадры за кадровым, достаточно манипулятивным комментарием попытался перевернуть их смысл, но на мой взгляд это все шито белыми нитками, и вот его такое прославление мне кажется из серии «А король-то голый». Ну, я говорю острые слова, но мне, честно говоря, очень больно вот из-за этой истории с Лайлой Паком на ней и с Манским. Ну, то есть, получается, что, может быть, стоило бы как-то отделить, то есть, фильмы даже при участии, условно говоря, латвийского кино, но не вставлять в национальный конкурс, поскольку... Может быть и так, но вы знаете, я беседовал в кулуарах, как говорится, с нашими коллегами, с режиссерами, с критиками и вот до вручения призов, и общая такая тема была только не Манскому, потому что он приехал, он непонятно, кто здесь и как он вообще может, потому что была такая саркастичная фраза «Манский, наше все», и что он переоценен и так далее, но когда это все выходит на официальный уровень, то он получает главный приз, и я боюсь, что это, возможно, какие-то особенности нашего менталитета в целом, потому что я уже не первый раз сталкиваюсь с подобной ситуацией в латвийском кинематографе. «Манский» выдвинут на призы Европейской киноакадемии буквально за пару дней до Кристопа, я не удивлюсь, если он там что-то получит, потому что Латвия в отношении к России это такая маленькая модель Европы, что ли, и, к сожалению, политический контекст застит художественные достижения, которых я в фильме «Манского» не нахожу. Но, может быть, я не прав, это моё субъективное видение, есть эксперты, специалисты. Ну, а вообще, кто ещё, кроме Лайлы Паколны и Неманского, был в этой номинации? Может быть, ещё, поскольку в Латвии документальное кино традиционно всё-таки это одна из таких сильнейших наших сторон. Да, были ещё три фильма. Вот, кстати, Каспар Сгоба и режиссёр фильма «Инга слышит» получил приз как лучший режиссёр документального кино. Но, на мой взгляд, это тоже такое достаточно странное решение, потому что мне этот фильм показался не самым выдающимся, а там очень острый материал. Ну, представьте себе, такая глубинка латвийская, совершенно жуткая, далёкая от всяких центров, и девушка живёт в семье неслышащих. Она единственная слышит, она для них является таким окошком в мир, что ли, проводником, переводчиком и так далее. И вот судьба этой девушки, которая рассмотрена. Мало того, что она таким образом маргинализуется среди неслышащих людей, которые уже маргиналы, получается такая двойная маргинализация, к концу фильма оказывается, что она ещё имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Она довольно буйного нрава, когда пытается социализироваться. То есть вот там много таких острых моментов, и это хорошо для документального кино, но мне показалось, что режиссёр Каспар Сгоба, получивший этот приз, он по-режиссёрски не до конца совладал с материалом. То есть материал любопытный, но я как цельного произведения этого фильма не вижу. Ещё один такой непретенциозный фильм «День шестой» Бригитта Эглета, который мне в целом понравился, именно своей непретенциозностью, тоже провинция, вот и провинциальная жизнь, есть церквушка, есть кладбище, есть рыночек, всё, что надо для жизни, как говорит один из персонажей фильма. И вот как-то он трогательный с любовью к этому месту и к этим людям снят. Вот эту любовь пропитывает весь фильм. За это спасибо создателю. Но не получил ничего. Вы знаете, что-то он получил, Олег. мы сразу определились, что все фильмы что-нибудь получили, вот я смотрю, лучший оператор документального фильма Валдес Эглета «День шестой». еще, еще, конечно, нельзя не отметить фильм, ну, «Мой отец шпион», так я его перевел, там Гинс Грубе, известный продюсер, вообще-то он продюсировал и фильмы Дайвиса Симбонес, и сам снимает, и Яг Килми, Яг Килми, который вообще эстонский режиссер, они вдвоем сняли этот документальный фильм, там довольно интересная история агента-перебежчика, который был довольно знаменитым в 70-х, 80-х, и его дочери, и эту дочь они пригласили, ее снимают живьем сейчас, я бы отметил в этом фильме очень сильный момент с реконструкцией материала, то есть, вы понимаете, о чем идет речь, надо воссоздать какие-то эпизоды прошлого, нанимают актеров, которые немножко похожи на главных действующих лиц. Я такой прием, честно говоря, сильно недолюбливаю, но насколько он здорово сделан у Гинса Груб, он просто рефлексирует на эту тему, мы видим, как эту девушку гримируют, как надевают парик на мужчину, изображающего ее отца, потом все эти кадры сделаны в восстановленном виде, стоп-кадрами, в основном, там какие-то агенты ЦРУ, эти люди, у них какая-то вечеринка, и там просто набор стоп-кадров, которые друг друга сменяют. Там даже есть такой момент, он такой амбивалентный, ее отец умирает, готовятся похороны, и здесь снова режиссеры прибегают к реконструкции, и вот этот актер, изображающий ее отца, того самого перебежчик, но он был агентом КГБ, а потом остался в США. Он ложится в гроб, он говорит, а как мне еще туда ложиться, как залезть, и это вообще как будто бы смешно, но они собираются снять эпизод грустный, и показывают, как они его собираются снять. Он ложится в гроб, рядом с гробом стоит молодая актриса, изображающая его дочку в молодости, и стоит сама дочка рядом с этой актрисой, которая настоящая дочка. То есть, вот такие моменты, которые позволяют увидеть, что ли, условности того, как делают документальное кино, эту механику, и благодаря этому зрителю позволяют, ну, что ли, прикоснуться к таинству самого кинематографа, с одной стороны, а с другой стороны, ну, лучше прочувствовать эту историю, приблизиться к ней, что ли. Мне вот это очень потрафило, показало, что это очень интересно сделано. Мне кажется, что при всей моей любви к ложке Лайлы Паковны, вот этот фильм «Мой отец шпион», он, ну, как минимум, тоже бы заслуживал одного из главных призов. Я вот сейчас просто смотрю, открыл расписание кинотеатров и вижу, что еще некоторые фильмы идут, и, ну, вышел сейчас просто на экраны фильм «Двеселю Путенис», который, ну, к праздникам, к новой картины, она еще не успела попасть в номинации, понятно, что она будет в следующем году, но, тем не менее, вот «Елгова» «Двадцать девяносто четыре», еще можно, вот, ничто нас не остановит, и еще один фильм, о котором мы, кстати, вот как-то не сказали, проем, вот они сейчас идут в прокате, это, в принципе, вот широкий прокат, и вот если говорить про, уже буквально вот пару минут про фильм проем, «Гинса»… «Дзюба» «Ддиса», да, который, в принципе, ну, достаточно тоже такой необычный, это полнометражный анимационный фильм, практически это авторская моноработа, где он и режиссер, и художник, и автор музыки, и автор сценария, то есть, ну, практически вот это вот все его рук дело. Да, перевели далеко этот фильм на русский язык, вот я вот уже посмотрел, и, кстати, он получил главный приз в номинации «Лучшая анимация», как ее назвали. Молодец вообще Гинс Зилбаолодис, молодой вообще парень, который просто придумал целый мир со своими законами, автономными абсолютно, то есть, там есть какая-то история, что ли, спасения, некий летчик, ну, очевидно, авиакатастрофа, он на парашюте сбрасывается, попадает в некое странное место с неким странным существом, и это все какая-то, знаете, метафизика, то есть, он ничего не объясняет, в этом фильме вообще нет слов, нет диалогов. Да, это вот можно отметить, что его можно смотреть людям даже, которые не знают латышского языка, предположим, там только музыка и действия, ну, и шумы. И при этом вот все понятно, а даже если что-то непонятно, то вот эта зрительская интерпретация, она, ну, обогащает этот фильм, и получилось, ну, я для себя это назвал, такое метафизическое роут-муви, потому что там есть некий мотоцикл, ему надо преодолеть к своему спасению целый остров со своими препятствиями, есть трогательная дружба с птенчиком, который еще не умеет летать, это такой, что ли, мультипликационный момент, как мы его привыкли видеть, ну, это не детский фильм, это нормальный, нормальный кино, которое... Мне кажется, аниме такое, вот, фильмы Миядзаки чем-то вот напоминающим. Может быть, да, вот это тоже, если я говорил о фильме «Пакал на неложка», что это искусство, то вот здесь, ну, по крайней мере, движение в сторону искусства имеется, то есть, там нет вообще никакого намека на контекст современности, на какие-то злободневности, то есть, режиссер просто придумал мир, придумал историю в этом мире, полностью отвлеченную от всего, что происходит сейчас. И вообще, за это ему огромное спасибо, потому что, ну, мне кажется, такие фильмы тоже нужны, и хорошо, что этот фильм победил. Ну, и хорошо, что сейчас можно его посмотреть на большом экране, поэтому вот ищите его именно в кинотеатрах, потому что, я думаю, что большой экран подарит еще вот это ощущение погружения в историю, и позволит увидеть все краски, и вот все эти действительно удивительные элементы, вот фантазии, которые придумал его создатель. Ну, и на самом деле, действительно, у нас как-то время уже пробежало, час заканчивается. Подводя, может быть, ну, вот самый последний уже на минуту итог, что можно сказать о Большом Кристопе, насколько вот эта картина, ну, вот этого года, которая будет запечатлена в истории, насколько этот год был хорошим для латвийского кино? Я бы отметил такой момент, и это в основном касается фильмов постановочных, что наметилось движение в сторону мейнстрима, ну, можно сказать, мейнстрима с человеческим лицом, особенно если это касается таких фильмов, как «Ничто нас не остановит» или «Олег», уход от какого-то радикального арт-хауса, от такого заигрывания с, ну, что ли, авторским кинематографом и обращения к зрителю. Это то, что касается в основном части художественных фильмов, и я не знаю, хорошо это или плохо, может быть, это как продолжение того, о чём вы говорили в связи со столетиями Латвийской республики, когда был такой всплеск, и вот теперь есть инерция, надо её поддержать, и мы дальше идём к зрителю и даём ему возможность смотреть, и, грубо говоря, не заморачиваться на каких-то там очень радикальных экспериментах. я думаю, что это неплохо, потому что это, ну, нарабатывает, что ли, такое количество, которое где-то на каком-то фильме перейдёт в качество, несомненно, потому что есть крепкие работы, но в том, что касается документального кино, я вот уже сказал, что картинка довольно пёстрая, неоднозначная, и я бы в завершение ещё раз подчеркнул, что на сегодняшнем этапе, в сегодняшнем состоянии латвийского кинематографа Лайла Паклнани – это вот один из главных маячков, за которым надо следить и на который нужно равняться, и спасибо Лайле за то, что она делает свои фильмы. Дмитрий Ранцев сегодня был в студии, программа «Синема». Спасибо большое, до свидания. Спасибо.